На самом деле, все мы пользуемся теми или иными фреймворками, которые помогают быстро проверять гипотезу и принимать решения. Те же хади-циклы, про которые все вокруг везде говорят. Но что делать, если в компании, вот как вы пример приводили, и во многих процессы не готовы для того, чтобы быстро проверять гипотезы и на них принимать какие-то решения. Как быть в этой ситуации? Вопрос открытый, но сейчас мы его закроем с помощью следующего доклада. И Илья Балакшин и Полынков Алексей расскажут нам, как проверять гипотезы, когда компания достаточно неповоротлива. И покажут они это на реальных кейсах. Поэтому, встречаем аплодисментами! Спасибо за субтитры! Узнали с тебя? Я тоже нет, а очень хотелось бы, если честно. Поэтому, надеюсь, на следующий шаг стать как мета. Илья, Поле РФ, Елисей, компания ВК. Сегодня мы расскажем о том, как же проверять гипотезы в неповоротливых компаниях, в тяжелых процессах. Поднимите вообще руку, кто с таким сталкивался хоть раз. Да, да, надо принять решение. Но, извини, у тебя есть процессы, которые затягиваются на недели, месяцы. Ну, небольшой такой вводный слайд, да, по поводу того, как общаются продукты. Все мы это знаем, не только продукты и околопродуктовые ребята. Если мы говорим, что можно ли что-то спросить по-быстрому, то это, как правило, часы, иногда, возможно, недели, серии встреч, куча людей. Уже кто-то из спикеров говорил, даже когда ты не понимаешь ни контекста, но слышишь кодовые слова. Это та самая история. Поэтому все мы частично Джейсон и Стэтхемы продуктового мира. Дальше. Небольшая история, она во многом, да не во многом, во всем лично. У вас есть большая компания, есть устоявшиеся процессы, когда вы должны пройти путь, который никак нельзя скипнуть. Вы формулируете гипотезу, затем вы заводите задачу в Jira на UX-исследование. Это очень долго, вы выбираете проект. У вас есть бриф, который вы заполняете. Вы тратите, в лучшем случае, ну, наверное, минут 30 на это. Возможно, даже больше. Было у кого-то больше, когда заполняли бриф на исследование? Да, важно. Вот, да, это оно. Вы далее ставите встречу. Ставите встречу с UX-исследователем. Он еще ее должен принять. Потом вы UX-исследователю рассказываете о том, в чем же гениальность вашей идеи, что вы вообще от него хотите. И, по сути, тратите время, которое вы потратили перед этим на бриф, для того, чтобы рассказать, в чем же все-таки идея. Далее стандартный флоу, набор респондентов, ожидания, когда наберется нужное количество участников, и потом результаты исследования. Итого этот путь может затянуться от 12 дней больше. Как правило, даже две недели, может, еще больше. Я предлагаю альтернативу. Иногда нужно принимать решение очень быстро. Ты придумал катить надо на следующей неделе, а может, даже и послезавтра. Поэтому просто используйте те источники аудитории, которые у вас есть под рукой. В моем случае это спортзал. И, собственно, там я ищу людей. Докапываюсь до каждого. Начинаю показывать какие-то интерфейсы. Особенно, да, это по большей части UX-а касается. Показываю, говорю, что думаешь, какие мысли, а пройди вот такой-то путь. Я там на 10-м респонденте, который бедняга и так приседает, ему тяжело, и он еще с этими интерфейсами. Я уже понимаю, что решение может быть вот таким. И, в целом, не нужно привлекать для этого UX-лабораторию и идти по этому пути. Да, это занимает меньше часа. Поэтому вывод упрощайте и ускоряйтесь. И ходите в спортзал, конечно же. В целом, да, Елисей прав. Он рассказал вам про короткий путь проверки гипотез. Но, в целом, тут, наверное, стоит еще также сказать о том, что бывает вообще, когда ты не проверяешь гипотезы. Что происходит с таким бизнесом? Соответственно, наверное, на каком-то таком личном опыте можно тоже рассказать, что однажды я пришел в компанию, в которой мой, так скажем, бизнес-заказчик в первую же неделю мне сказал, когда я пришел со своей идеей, как развивать подписку, ты пришел ко мне со своей гипотезой, у меня тут все стабильно, в принципе, можешь идти куда-нибудь дальше, но меня не трогай. Это был основной заказчик, который должен был помочь, в принципе, продвинуть эту идею и с которым я должен был взаимодействовать в рамках своего продукта. Соответственно, меня это, конечно, пошатнуло, но для меня на тот момент это была такая история, как челлендж, что я должен пройти дальше и как-то пробить эту стену. Тем не менее, я прошел, наверное, где-то четыре стадии из этих пяти, я думаю, вы сами можете их прочитать, до потери, наверное, каких-то конкурентных преимуществ компании, когда у меня постепенно падала мотивация, когда я понимал, что я прихожу со своими гипотезами, но они как-то разбиваются от оп-культа стабильности некоторых моих коллег. Соответственно, команда начинает терять навыки, теряется, собственно, уже доверие пользователю к продукту, ну и как бы уже платформа немножко устаревает. Соответственно, я покинул компанию на четвертом этапе. Но те люди, которые доходят до пятого этапа, они, в принципе, теряют либо свою премию на оценки KPI, либо, в принципе, попадают под известные оптимизации. Соответственно, вот эти пять стадий, которые проходит бизнес, собственно, и люди, когда мы говорим про бизнес, мы говорим про людей, которые работают в этом бизнесе. Они проходят эти пять стадий, и это как бы говорит нам о том, что происходит, когда ты не проверяешь гипотезы, когда твой бизнес не развивается. Соответственно, дальше Ильсей расскажет про признаки этой неповоротливости в компании. Ну, наверняка многие из вас сталкивались с этим. Отсутствие понятной стратегии продукта или фрагментарность, когда разные департаменты имеют свои KPI, они могут противоречить друг другу. Поэтому это куча согласований, мало коммуникаций, когда, чтобы сделать что-то очень маленькое, нужны юристы, безопасники, лаборатория исследовательского опыта, UX-редакторы, в общем, все подряд. Отсутствие фокуса на product-market fit, да, собственно, это та история уже, когда компания находится на этапе хорошей стабильности, скажем так, и уже делает не для продукта, а просто дорабатывает то, что есть. Отсутствие культуры быстрых экспериментов, да, это до сих пор большая проблема, и даже не во всех компаниях до сих пор есть АБ-тесты, про которые уже много говорят. Поэтому мы решили, собственно, не использовать стандартный путь. Про это вы знаете, все эти шаги, это АА-тестирование, АБ-тесты, анализ конкурентов и все остальное, поэтому дальше. Наверное, мы бы хотели рассказать о кейсах в первую очередь и предложить вам вместо нас сначала предложить свои идеи, то есть такой интерактив от нас и актив от вас. Первый кейс, о чем он? Это консервативный B2B-сервис на достаточно также консервативном рынке. Ваша задача в рамках MVP проверить достаточное количество гипотез, чтобы на этапе MMP уже их все закрыть, то есть все потребности юзера, там, критичные, не критичные, уже закрыть. Но у вас одна неделя, вы новенький пришли в команду, ну, неделя-две, окей, у вас спринт. Соответственно, ресурс есть, все вы это можете сделать, но у вас одна неделя. Что вы будете предпринимать для того, чтобы проверить эти гипотезы на этапе MVP? Есть идеи? Это заказчик формирует твои, как бы, твои гипотезы. Ну, можно сказать, не гипотезы формирует, а как бы развитие продукта. Он отвечает по факту за масштабирование развития твоего продукта. То есть ты как бы можешь формировать гипотезу, но он тебе по факту все равно будет говорить, куда твой продукт должен развиваться стратегически. Потому что у тебя, в принципе, учитывая, что ты новичок, и ты, возможно, не в этой сфере развиваешься, у тебя, возможно, еще нет видения, как в этом рынке консервативном работать. Это специфичный такой кейс. Можно и жизни привести пример, да? Можно. Ну, тоже консервативный B2B-сервис. Нам надо было проверить в связи с изменяющимся законодательством новый тип подписания документов, не простой электронной подписи, через SMS-ку, а через EPS. Мы просто на бабле сделали прототип этого решения, запилили лендинг, заплатили 10 тысяч за рекламу, пришло там куча МФОшек и заказал этот сервис. Вот. Ну, мы еще ручками сбегали в аудиторию, и за пару дней самых основных опросили в холодную. Сразу два поезда, пожалуйста. В принципе, вы первую часть сказали правильно, да, это прототип, но мы сделали в данном случае обратный прототип. Что это такое? Так как у нас был короткий период на разработку, возможности тестировать что-то, ну, в принципе, особо не было, потому что выход на юзера у нас отсутствовал. Соответственно, мы сделали обратный прототип, то есть мы по факту соблюли, что мы сделали одну критическую функциональность, которая работала и позволяла работать с продуктом 0.4, которые, в принципе, были указаны, что они работают, но они не работали на самом деле. Вот. И здесь мы хотели психологически взять юзера, чтобы юзер, когда проверял, ну, типа работал с нашим продуктом, он нам накидал просто вот негатива по максимуму. Соответственно, мы смогли в рамках этого прототипа… Перейти следующему кейсу. Да, перейти, в общем, проверить абсолютно все свои гипотезы, и порядка 40%, наверное, идей мы смогли забрать еще от юзеров, помимо тех, что поставили у себя в рамках MVP. Да, очень коротко. Банковский B2B-сервис, 22-й год. Отрезались полностью международные платежи. Нужно что-то сделать, чтобы рассчитываться в Средней Азии. Очень большой рынок, очень большие банки. Вопрос, что делать? Времени нет, надо быстро сделать, проверить, непонятно, работает или нет. Пожалуйста. Мы уже проверили эту историю, запустили Windows на зарубежный рынок, и на Make, на IntegraMate сделали вот этот процесс, выстроили прием платежей. Это практически очень близко к тому, что мы сделали. Еще была одна рука у парня сзади. Кто-то хочет? Да, заходили, но у меня совсем другое. У меня совсем другое, я уже понял, что это, наверное, не то. Нет, я подумал, что, возможно, вам нужно будет найти тех, кто умеет проводить платежи и с ними как-то запартнериться. Те, кто уже это делает. Приз. Реально, да? Спасибо. Забираем готовое решение с рынка. Мы банк, нам долго делать, находим стартап, их очень много уже внедряем за 7 дней. Очень дешево. Дальше. Да, мы немножко убиваемся с тайминга, поэтому тоже коротко. У нас крупная B2C-платформа, куча сервисов, куча ресурсов. Можете делать все, что угодно. В данном кейсе вам нужно не предложить перечень гипотез, которые вы будете проверять, а в принципе выйти с гипотезами, которые вы будете проверять, которые вам нужно предоставить вашему гендиректору, в принципе, уже завтра. Но вам нужно не переизобретать велосипед, потому что тут продукт подписка. Соответственно, нужно какую-то новую ценность привнести помимо тех функциональностей, которые есть уже на региональном рынке. Тут уже, в принципе, в кейсе ответ. Немножко подсказка про региональность. Где вы будете искать, короче, гипотезы, так, чтобы принести что-то новое для тестов, чтобы гендиректор подумал, да, классно, этот продукт можно будет улучшить с помощью вот этих вот гипотез. В первую очередь посмотреть, что уже работает в похожих сегментах на других рынках. Как мы сейчас смотрим на США и дерем, у них последние лет 20 все основные решения. Да, только в данном кейсе, наверное, ответ не США, а наши дорогие коллеги. Да, неважно, тут как бы уже зависит от деталей. Да, товарищи, уважаемые азиатские партнеры, вот, тут мы что сделали? Мы, в принципе, посмотрели подписочные истории на азиатском рынке. Помимо прочего, мы доказательную базу также собирали в научных исследованиях, в исследованиях всяких кандидатов в НУК, которые писали, собственно, практичные работы на основе этих подписочных решений. То есть мы смогли также собрать доказательную базу и предоставить гендиректору, что типа вот гипотеза, вот столько это в деньгах, столько в пользователях, и мы можем как бы это взять себе как кросс-продукт такой, то есть между активами. Перейти к следующему кейсу, конечно же. Образовательная платформа, все очень просто. Конец четвертого квартала, нужно залезть в KPI, нужно заработать денег, непонятно как. Вот просто идей нет. Все переисследовали, невозможно уже становиться в очередь на исследования. Что делать? Ну вот просто нет идей. Есть ли варианты? Наверняка есть. Ладно, не буду томить. Давайте следующий слайд. Краудсорсим идеи, набираем студентов, набираем людей, которым может быть интересна компания, продукт, и просто прогоняем это через несколько стадий броншторма, экспертного отбора, обсуждения, голосования, реализации. Благодаря такому подходу мы за неделю спарсили идеи от студентов и внедрили их. Студенты получили, собственно, леденец и вход в компанию на стажерскую позицию, а мы получили деньги. И пятый кейс такой финальный, мы его позаимствовали у нашего коллеги, это не наш личный опыт, но он тоже интересный. Тут, в принципе, неважно даже какой продукт, скорее тут описание, что вы в данном случае не только продакт, но вы тут и жнец, и певец, и надуди, и грец, то есть, помимо прочего, вы еще и проджект, вы продаван, вы маркетолог, потому что текучка ужасная, и вы, в принципе, за все отвечаете. То есть, вы такой мини-сио. Но при этом вы еще, помимо своего оклада, получаете там, ну, большая часть вашей зарплаты, это премия, вот, которая постоянно урезается, это куча штрафов, то есть, и гендиректор такой специфичный чувак, который постоянно вас за все шпыняет, вот. И вам нужно запустить новый модуль сервиса, соответственно, если вы его не выпустите, то тоже это чревато различными последствиями для вас. Вот. Как вообще вы будете, что вы вообще будете делать в таком случае, когда у вас еще при этом, ну, при всем у вас просто нет ресурса для запуска такого модуля. Вот ваши действия. Да, вот. Самый активный у нас участник. Это прям боль, поэтому у нас все продакты и аналитики научились ноу-кодить, зеро-кодить, и теперь запускают сами, не дожидаясь, когда IT-разработка запилит. К сожалению, тут очень грустное решение, но оно, скорее, знаете, правильное, с точки зрения, наверное, уважения самого себя. То есть мы тут, скорее, такой вывод по кейсу сделали, что в таких случаях иногда стоит сконцентрироваться на развитии собственных проектах продактом, потому что когда, наверное, столько негатива, и ты при этом выполняешь не только свою работу, наверное, продактам проще не тестировать гипотезы и не пытаться как-то выкрутиться за счет того, что должен делать другой сотрудник, и уж тем более гендиректор, который, в принципе, создал эту компанию. Вот здесь небольшая пометка. Эта схема не работает, если не будет написано в пресс-релизе, что вы решаете покинуть компанию и сконцентрироваться на развитии собственных проектов. Только так, по-другому это не работает. Соответственно, тут итоговые варианты. Мы их просто отдельно вывели, чтобы вы увидели. Если у вас есть вопросы, если вы хотите с нами как-то связаться, пообщаться, еще что-то накинуть, нам каких-то интересных кейсов, мы всегда рады с вами поболтать и обсудить все, что мы здесь вам доложили. Даже не чужие, а очень родные лица спустя два дня. Все. Спасибо большое. Ребят, давайте вопросы по докладу у кого есть. Да, можно вопрос по четвертому кейсу, где вам студенты начали генерить решение. А почему вы не пошли, не поисследовали ли пользователей, не обнаружили проблему, а сразу начали генерить решение? Не было времени. Ресурсов и времени не было. А не было ли у вас рисков того, что вы будете генерить решение на несуществующую проблему, условно? Неправильнее было бы инвестировать в Discovery, понять, есть ли боль, проблема, а потом генерить решение, прежде чем что-то накидывать. Возможно, там проблемы как бы и не было вообще никакой. Либо надо было другую проблему решать. Да, такие риски действительно были, но для этого есть внутренний скоринг со стороны продуктов, со стороны команды. И в целом, когда мы прошли эти этапы, мы хоть и отобрали лучшее, но мы еще из этих лучших, естественно, сделали повторную свою оценку. И нашли какие-то решения и боли в этих решениях, которые нам просто в голову не приходили. То есть нам люди взяли, принесли, и мы просто посмотрели свежим взглядом. Тут стоит добавить, что это образовательная история. Соответственно, студенты, которые являлись ца этого продукта, можно сказать, это была такая страцессия с пользователем. Когда собрали идеи, проголосовали за них, и пользователь сам решил, что ему нужно. А ты уже как продакт сидишь, приоритизируешь. Да, вот это круто, что у вас пользователи, вам придумывали топчик. Спасибо. Да, ребят, спасибо за классный доклад. Так хочется презент от сетки, что 100 вопросов. У нас еще свои презенты, кстати, есть. Надо поактивнее, ребят. А что делать, если у тебя жесткие ограничения технологические? То есть вот у тебя есть технология, от которой ты вправо-влево отступить не можешь, и в этом продукте, который ты создаешь, применение обязательно. Поэтому вот студенты и брейншторм, кажется, что здесь не работает. Ну, не совсем. Мы можем же связать эти решения и выбрать идею студента, пойти, найти внешнее решение на рынке и его запилить, который кейс до этого был банковский. Еще добавлю один фактор, который сильно влияет. Это NDA и секьюрность. Ну, то есть мы не можем просто взять и людям вынести, рассказать о технологии. Не можем. Но мы же умеем, мы же как-то транслируем на общую аудиторию какую-то информацию, которую мы не можем рассказать широко. Это скилл, люди этим занимаются. Поэтому тут главное нормально подать, чтобы информация из private не стала какой-то паблик, поэтому никаких проблем здесь у нас не было. Мы даже, кстати, не думали об этом. Просто потому, что проблемы такой не было, мы умеем с этим работать. Ребята, еще вопросы? Будем стоять, кайфовать. Девушка, ну как-то давайте, вроде нет. А, мы не руку подняли. Нет. Расскажите, пожалуйста, вот из своего опыта с какими проблемами чаще всего сталкивались, вот может быть, в топ-2. Ну, наверное, как и вся эта преза, здесь тонкой нитью проходит идея о том, что процессы, очень выстроенные долгие процессы, они тормозят решения, у тебя конкуренты уже тебя обгоняют, и невозможно быстро релизить, быстро делать продукт, быстро покрывать какие-то потребности аудитории, и поэтому здесь надо обходить эти процессы, уметь обходить, да, не забивать на них, а просто сокращать пути, скажем так. Ну и самая такая еще распространенная проблема это отсутствие стратегии. В какую компанию не придешь, как правило, ну, наверное, в четырех из пяти компаний просто стратегия отсутствует напрочь, то есть ее формируют в течение года, постоянно исправляют, то есть нет какого-то стратегического видения дольше, чем один квартал или два квартала. Это такая серьезная проблема, наверное, во многих сервисах. Могу сказать даже не про свой опыт, а в принципе про рынок, потому что с кем не разговариваешь, история про стратегическое видение в целом не только своего продукта, а всей компании, она отсутствует, наверное, так скажем, в принципе у наших продуктов на рынке. То есть я не знаю, может быть где-то есть примеры, когда планирование хотя бы на год срабатывает, то есть если пользоваться, ну, то есть если продакт, там родмап свой на год составил, он как бы идет по нему в течение года, окей, там где-то слетает в течение квартала, это, конечно, норм, но часто просто история, когда стратегия меняется, она меняется в течение года, и происходит еще такое, что ты можешь родмап написать на год, но придет условно там заказчик, какой-нибудь директор, не знаю, эксперт с рынка, если это какой-то консервативный рынок, и собственно тебе сообщить, что сегодня рынок меняется, и он становится там рынком продавца, сегодня был покупатель, например, и тебе абсолютно придется в моменте меняется у родмап просто вот в моменте, естественно, нет какой-то вот гибкости с точки зрения построения стратегии, вот это такая основная проблема, с которой приходится постоянно сталкиваться в практике. Родмап это еще полбеды, а вот если ты уже половину сделал, и она оказалась не нужна, это еще страшнее. Ну, мы же… Спасибо, что перемотали на этот слайд, это прям все боли, и мы, как люди с вами, работающие в корпорациях, понимаем, что продакты могут все это знать, хотеть, планировать и так далее, но руководство не разделяет. И обещанная год назад стратегия не появилась, фокус на продакт-маркет-фит не появился, культуры быстрых экспериментов нет, генеральный сидит, и все свои идеи идеи из головы транслируют, да, то есть что с этим делать, может быть, были кейсы, как вы устранили или улучшили эти процессы, чтобы они начали работать. Сконцентрируюсь на развитии собственных проектов. Супер. А у меня как раз тогда вот в эту тему вопрос. Была реальная практика, когда уходили кто-то из вас? Была, была. И какие ощущения, насколько быстро, как хорошо получилось? Не было конфликтов с местом работы? Один раз мягко, другой раз твердо. Видимо, что-то посерединке получилось по итогу. Ну, конечно, этого хотелось бы избежать. Ты, когда работаешь в корпорации, в любой, тебе хочется реализовывать что-то, в первую очередь, продукт, себя. И когда такая ситуация случается, это, конечно, больно, но это тоже классный опыт. Его стоит пережить, хотя бы для того, чтобы понять, возможно, я вообще не туда иду. Спасибо. Спасибо большое, ребят, за классные вопросы. Спикеры сами подготовили подарки. Сейчас мы всем раздадим. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...